Время жертвенных костров Холодный пепел ветром взвылся к небу. И юная земля впитала кровь, Кровь первой жертвы гордости и гневу. Сияло небо чистой синевой, Кричали птицы в необъятной сине. Первый убийца видел пред собой Ужасный плод слепой своей гордыни. Не содрогнулся каменной душой, Не вымолвил божественную милость, А просто повернулся и пошел, Как будто ничего и не случилось. Но голос Божий грянул в вышине, Заставил повернуть его обратно. О, Каин, Каин, ты ответствуй мне, Скажи мне, где же брат твой, Авель? И вот она, извечная борьба, Небесного и адского начала. Теперь душой владеет сатана, И горько речь пред Богом зазвучала. Нечистый дух повсюду сеет тьму, И ослепленный тьмой ответил Богу, Я разве сторож брату моему? Вот здесь его, а здесь моя дорога. Зачем же ты позволил сатане Переступить порог в твою обитель? Вот голос крови вопьет ко мне, И буду я судьей тебе и мститель. Уйди отсюда и забудь семью, Забудь навек отца и Еву, матерь. Беги от них, я знак тебе даю, Что помнил ты об Авеле, о брате. И о безумной гордости твоей, И о крови, что по земле струится, Ты будешь жить спокойно меж людьми. Когда ж спокойным может быть убийца? Прошли века, уж не ведется счет Убийством и кровавым преступлением, И по земным дорогам кровь течет, И, кажется, не будет ей возмездия. Но с первых человеческих эпох Сквозь смертоносный ляск мечей и сабель Убийц к ответу призывает Бог. Скажи мне, Каин, где же брат твой Авель? В моих руках оружию не быть, Но я о нем сегодня вспомню снова. Могу ли я о Каине забыть, Когда сильней меча сражает слово? Вот злобным словом замахнешься ты, Оно способно многое разрушить, Но голос Божий грянет с высоты. Остановись, не бей чужую душу, Сорвется слово, не вернется вновь. А сердце человека ведь не камень, Изранишь душу, и за эту кровь Ответишь перед Господом, как Каин. Гуляет слово свободно по земле И может лечь у каждого порога, Но Бог велел его преодолеть. Борись со злом И уповай на Бога. Аминь.